Надежда держит голодовку третьи сутки, у нее уже есть признаки обезвоживания, у нее сухая очень кожа и начинают белеть слизистые оболочки, десны, язык. Сегодня утром начальник СИЗО, полковник Колганов, предупредил ее, что скорая начнет кормить насильно. У нее надо еще свои планы, она считает, что сможет этому помешать. Последний раз анализы делали ей еще до начала голодовки, 5 апреля. На все запросы тюремного руководства отвечают, что последние анализы в порядке, больше ничего не знаем. Но, судя по всему, для себя, для своей внутренней информации они понимают, что дело серьезное, и что-то на этих выходных, скорее всего, произойдет. Что вы имеете в виду, что может произойти на эти выходные, простите? Начнется принудительное кормление? Да, мы это допускаем. Мы попросим, чтобы на этих выходных надежду навестил кто-то из членов общественной наблюдательной комиссии, поскольку по выходным к ней нет доступа адвокатам. Консулов к ней не пускают с начала этой недели. Консул Торостойный Дону тоже просит постоянно, чтобы им позволили ее навестить, пока такого разрешения Дону не было. И раньше понедельника ни мы, ни консул ее не увидим. В этом проблема. А существует вариант, что ее могут отправить по этапу? У меня такая информация, что этого не случится. Все-таки переговоры идут между Москвой и Киевом. И они скорее... Скажу осторожно, что они скорее движутся в правильную сторону, хотя и медленнее, чем нам хотелось бы. И на следующей неделе мы ждем каких-то принципиальных новостей. Я думаю, что все понимают, и в России в том числе, что попытка этапировать надежду в текущей ситуации, ее теперешнее состояние, будет фактически означать попытку срыва таких переговоров. Этого, я думаю, что никто не хочет. Ну а все-таки, что вы имели в виду, когда говорили, что есть какие-то обнадеживающие признаки, что на следующей неделе можно ждать хороших новостей? Или вы не можете ничего об этом говорить? Я не могу говорить то, что мне сообщили доверительно. Я только укажу вам на один хороший признак. Мы видим, что приговор был объявлен вступившим в силу в первый же день, когда это стало возможно. То есть представители суда были уверены, что никто из потерпевших или прокурора не направили жалобу по почте. Это возможно только при координации всего этого дела из центра. И это означает, что было принято принципиальное решение не затягивать. Вступление приговора в силу, что скорее всего было бы сделано, если бы у российской стороны было желание еще потянуть время и подумать, что делать дальше. Это однодеживает. И есть другая информация, которую я не вправе раскрывать. Но она также сводится к тому, что хорошие новости могут поступить в один из ближайших дней. Мы надеемся, что это будет рано, не поздно. Илья, есть вопрос у одного из наших гостей к вам, у Борислава Березы. Борислав, пожалуйста. Илья, доброй ночи. Скажите, я знаю, что вы являетесь адвокатом Николая Корпюка. Что слышно с ним? Значит, у Николая и у Стаса Клыха это один и тот же процесс с Грозным. Он сейчас близится к завершению. Возможно, уже на следующей неделе защита объявит о том, что мы завершили предстоящее доказательство. В Грозном работает мои коллеги, док-витс-лайф, Марина Дубровина. В принципе, мы ожидаем, что уже в течение апреля в основной части процесса завершится и присяжные уйдут на вынесение вердикта. А вот поступившая сегодня информация о том, что вроде бы Сенцовы и еще трех украинских пленников готовят к выдаче в Украину для отбытия назначенного им наказания там. Вы рассматриваете это тоже как некий позитивный знак? Илья. Ну, фактически начата процедура. Эта процедура может идти быстрее или медленнее. И я бы сказал, что да, это позитивный знак, но гораздо более неопределенный, чем то, что мы имеем в случае с Надеждой Савченко. Очень позитивно, что в эту ситуацию включен Юрий Солошенко, поскольку именно этот человек острее всего нуждается в том, чтобы его как можно скорее вернули домой. Он тяжело болен, он очень пожилой человек, ему 74 года. И для него это вопрос жизни и смерти. Тут есть для вас вопрос у Владимира Арьева, депутата Верховной Рады. Владимир. Илья, приветствую. У меня к вам вопрос. Как сейчас Россия реагирует на массовые требования освободить Надежду Савченко со стороны мирового сообщества? А эти требования, которые выдвигаются в мире, они хоть как-то действуют на Кремль? Я убежден, что да. Я убежден, что они действуют. Скорее всего, они действуют не прямым способом, а посредованно, потому что эти требования, которые начались давно и продолжались в это время, они создали необходимый фон для того, чтобы на переговорах, которые ведут лично Путин с западными лидерами, с западными представителями, это требование освобождения Надежды Савченко позвучало максимально отчетливо и максимально понятно. Так что да, безусловно, эта поддержка сыграла свою роль. Еще к вам вопрос есть, пожалуйста, Иван. Из нее просто те западные политики, да. Иван Крулько хотел вас спросить. Илья, привет. Рады бачите. Илья, а вот такие питания. Пригадываешь, мы... Добрый вечер. Да, мы так досить долго с тобой боролись за список Савченко, за то, чтобы он был впроваджен, чтобы это действовало. Скажи, какая реакция в России взагали на то, что появился список Савченко и список других прокуроров, следователей, которые фабрикуют справы против украинцев, против украинских политических вязаний? Что это обговорится в России? Если обговорится, то как реагируют те, кого это беспосредственно относится? Я могу сказать, что реакция очень нервозная. Именно по той причине, что она очень мало обсуждается в государственных СМИ. Это действительно задевает за живое. Я не уверен, что введение в действие таких списков окажет прямое влияние на судьбу именно надежды Савченко. Но то, что такая возможность будет иметься в виду в будущем, когда будет решаться вопрос по новым людям, которых... По новым украинцам, в первую очередь, которых будут преследовать, которых будут сажать. Да, это, безусловно, сыграет свою роль. Причем именно в той части, которая касается не рядовых исполнителей прокуроров, следователей, судей, а той части, которая касается верхушки этого списка. То есть людей, которые принимали политические решения и руководили всем этим процессом. Ну что ж, спасибо, Илья. На связи с нами был адвокат Надежды Савченко Илья Новиков. Мы благодарим его за то, что он успел до конца программы присоединиться к нам. Продолжение следует...